Татьяна, здравствуйте, Валерий. Как можно купить у вас сухие кошки? Значит, у меня есть электронный адрес по-английски jalezobsatsip.emailsobaka.ru Запоминать бесполезно. Лучше зайти на мой сайт и там в разделе контакты или даже так, публикации, под каждой статьей везде мой электронный адрес. Вот. Причем много таких, на которых нажмешь и сразу тут же можно и письмо писать. Вот. И просто сразу сообщите свой адрес, на всякий случай телефон, бывает связь плохая. Вот. Желание купить косточки, сколько чего. Цену я назвал, любая десятка. Так. Даже эти самые, которые... Маньчжурский орех, который по 30 рублей, все равно десятка. Так. Я сейчас живу по принципу, как по Пандополо. Забирайте все деньги, я себе еще нарисую. Вот. Примерно так и я сейчас, в таком же разрезе. Забирайте сухие кошки, я еще выращу. Так. Ну, вроде бы ответил. Завяжется переписка. На худой конец звоните по телевизору. Вдруг что-то, бывают какие-то недоразумения. Наберите мой телефон. Восемь девятьсот шестьдесят семьсот 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 шесть восемьде шесть семьсот два, я вам отвечу. Прямо заказ по телефону. Так. Вот это интересный вопрос Алексея. Знаю, вы противник различных обработок. Да не противник. Вот опять. Однако чередчик съедает ля. Пробовал обработку золой, не помогает. Только листья убедает. Возможно, сделал большую концентрацию химией, пользоваться так же не хочется. Как быть? А вот так. Химией пользоваться. Во-первых, я не противник обработок. Я же не виноват, что вы. Стоит вам пойти на рынок, купить саженец. Даже если он, он уже изувечен. Почему? Он был выкопан, выдран из земли изувеченных корней. Крону, как правило, никто не укорачивает. Перед нами инвалид, ну, в первой степени, второй, третий. Так же, как люди есть. Без рук, без ног, так и деревьев. Без веток или без корней. Вот. Естественно, оно больное и начинает ему уже долго, упорно приживаться. Бывает, чаще гибнут. Вот, видели тот абрикос, что стоит сухой? Так. Ну, ясно взяли фактически, видимо, коллегу. Так вот. Значит, они уже изначально больны. Естественно, без оборотки. А вдруг выживет? Я бы пожалел. Ну, как пожалел? Я вам не успел показать или показывал. А, нет. Просто там ниже. Я вам всего лишь третью часть материала показал. Там у меня лежит четыре саженца с обрезанными верхушками. Сергей пошел на рынок. Вот он молодец. Он медленно до него доходит. Только недавно второй ребенок родился. Можете его поздравить. Замотался так. Но он умудрился пойти на рынок, купить четыре саженца. Один из них назывался Нектарин. Покупал неизвестно у кого. Но я говорю, ты что, не понимаешь, что тут Нектарин он даже рядом с Нектарином не рос? Он говорит, пусть. Сейчас поймете. Потом второй саженец, третий, четвертый. Мы эти четыре саженца рассмотрели. Тот, который Нектарин, я взял себе. Для чего? Посадил, он умрет сто процентов. А я ветки с него срезал. И вы увидите на фотографии в другой раз. Там все они отрезаны ветки. Вот. А это называется селекция. Какая мне разница, откуда он привезен? С Молдавией? Согласен. С Украиной уже живут у меня. Вот. Я хочу удивить вас. У меня это... Ну, не дошло до той фотографии. У меня сейчас зацвел этот персик и абрикос в Украине. Помните, я рассказывал, что в банке плоды не влазили внутри банки? В стандартную банку в горло не влазили плоды. Вот он все идет сейчас. Ну, правда, долго про это рассказывать, пока не удалось достичь того, что на Украине. Может, из-за погоды или мажурец характер показывает, геном переламывает. То, чего не может быть никогда. Недавно выволочку получил от одного из ближайших друзей, который стоит на позиции традиционного садоводства. Ну, посмотрим. И вот, значит, таким путем получается так. Ну, мы-то взяли ветки на прививку. Остаток посадили. Естественно, что шансов, что выживет, мало. Но эти, которые ветки мы привем на дикаря, и пойдет. А то, что человек привез с рынка, это больной наверняка. Но он не хочет просто выбрасывать его, послушал меня. Тогда надо брать это химикаты. Против тли годятся любые ампулы. Можем по старинке. Интавир, там, таблетки. Но я им никогда не пользовался. Поэтому доверия нет. Например. Я, например, помню каратэ. Помню. У-у-у. И сейчас все где-то валяется уже просроченными сроками. Все, память подводит. В общем так. Ампула. К ней инструкция. В инструкции через запятую. Против там тли. Может быть даже тараканов. Против гусениц. Лишь бы было слово тля. Разводите. Написано, что там два миллиграмма на ведро воды. А это немного. Этим вы не отравите почву. Два миллилитра, вернее не миллиграмма. На ведро воды. Проверял сто раз. Бывает на пять литров. Написано на пять. Разводите на пять. Уничтожает тлю только так. Тля за лето по одним данным шесть раз может вылететь. То есть нет. По моим данным Сибирь. А по официальным данным шестнадцать раз. Но это видимо на юге. У меня тля жрет только сливы. Но не все. Только один вид слив. Она у меня жрет только оренклоды. И яблони. Все. Больше абрикосам не приближается. Черешня как у вас не приближается. Вот. Вот. Но. Я вынужден. Не я. Нет. Тут. Тут немножко. Как бы сказать. Недопонятка. Вы противник различных обработок. Я говорю не так. Мой сад не пример. Это экстремальный сад. Взрослые деревья. Есть там тля. Нет ли. Опять же на яблонях в сливах линклодах. Даже к ним не подхожу. Вообще не поливаю. Не обрызгиваю. А у Сергея питомник. Если листья скрутит. Зачем деньги заработать. Он же осенью должен здоровенькие саженцы продавать. С листьями прямо. И вот значит это. Получается. Ампула. На 5 или на 10 литров. Согласно инструкции. Только она. Но. Тут надо учесть. Вы должны быть внимательны. Только первый листочек скрутит. А они всегда на одном из верхних. Самые такие нежные листики. С такой. Сочненькие такие. Они нежные нежненькие. И вот там снизу прицепляется. Одна маленькая черная точечка. Разглядели. Подошел. Пшикнул. Ну и для профилактики все соседи. Вот. Только верхушечки. Все. Тли нету. А уже когда упустили. Когда листья на пол дерева свернуты напрочь. Когда там. Как эти самые. Ура. Как уже. Эти самые. Наконец-то их заметили. Не вырастили. А заметили. Муравьи. И начали на халяву лазить по дереву. Вот тогда вы. Уже будете. На дерево не. Прысу. Так. Пшик. И дальше пошел. Как я. Вот. Питомники. Подчеркиваю. А когда взрослое дерево. Хотите прысить. Хотите нету. Проворонили. Где-то лишнюю неделю не попали в сад. Смотрите. Полную листью свернуто. Прыскаете. Толку конечно уже мало. Дерево обычно прекращает рост. Потом переболеет. Потому что оно болеть начинает. Когда часть листьев. Жрут ее там. Сотни. Тли. А вы каждый лисочек-то разверните. На жестом дереве. Попробуйте развернуть. Они же там. Для чего скручивать листья. Чтобы до них не добрались. Никто. Ни вы. Ни другие. Эти хищники. Вот и все. Без ли. Забудьте все. Сколько. Я когда-то тоже это проверял. Не. Вы пишите. Зало не помни. Только. Ядохимикаты. Все. Но вовремя. Минимальных количествах. И тогда. И наблюдательность. Видите. Как долго отвечал. Зато по делу. Как поведет себя подвой. Если привитую почку. Не подрезать близко к прививке. А оставить пенек. Несколько сантиметров. При прививке почки. Возможно ли. Что подвой отсохнет. С заживлением средств. Безопаснее. И так плохо. И так плохо. И так плохо. Ой. Вообще. Вообще все плохо. Оставите пенек. Он гнить начинает. Потому что в нем нет снабжения. Вот. Черт возьми. Жалкое сегодняшнее. Я не ожидал такого ответа. Я сегодня приготовил вам ответ. Как чувствовал. Но это у меня все еще в этом. В фотоаппарате. Так. Плохо. Вот когда. Нету пенечка. Мороза особенно. Может отсохнуть. Вет. Почка. Да. Если оставляешь. Выше почки. Пенечек там. Несколько сантиметров. Пенечек может сгнить. Иначе. Начало гнения. Всего дерева. Потом не остановишь. И так. И так. Плохо. Лучше. Лучше. Так. Ну. Вообще-то. Давайте. На всякий случай. Пенечек не оставляйте. Окончательный ответ. Так. Сегодня делал обход абрикосовых посадок. Первые плоды. Уже 20. На одном дереве в бае. Ну что. Поздравляю. Ренат. Что я скажу. И добрый вечер. И вам добрый вечер. Ренат. Здорово. А. Это я снизу вверх пошел. Так. Сегодня. Видимо. Своей богоискательской темы. Вас достал. Потому что. Да. Я заметил. С каждым этим. Вопросов все меньше и меньше. С каждым вебинаром. Когда то я не успевал даже отвечать. Что все. Или еще где то есть. Может я не понимаю где то надо. Антон Валерьевич. Будем закругляться. Или где. Как мне. Вашу. Эту реакцию увидеть. Или еще будут вопросы. Ну и потом если совсем будет мало. Дрителей. То мы просто прекратим вебинары. Оно потеряет смысл. Вот. Кстати. Пока. Я чего то жду. Видеозаписи. Всех вебинаров. Почему бы вам. Их не купить. Почему бы вам. Их не купить. Антон Валерьевич. Жду вашей реакции. И. Может еще кто то ждет. На всякий случай. Говорю. Следующий. Вебинар будет уже. Независимо. Это. Помните как. Что. Выражение знаменитая. Театр. Должен. Показывать спектакль. Даже если один зритель в зале сидит. А у меня еще не все сказано. Я же на ваши вопросы не на все ответил. К сожалению. Ну полчаса вы меня простите. Которые я потратил. Я хотел за церковь заступиться. Нельзя так. Быть мальчиками для битья. Ммм. Ммм. Вот. Что то я Елена вас не знаю. Вижу что красивая женщина на экране. По моему первый раз я вашу фамилию. Вижу. У меня уже столько друзей среди вас. Мне надо сейчас до ваших детей добираться. Но это отдельная тема. Как сделать чтобы. Они видели то. Что вижу я. Помните эту гусеницу. Ну какая симпатяга. Какая симпатяга. разве можливо это я же их ну конечно отдаю их на корм муравьев выращиваю муравейники на самом то деле я их тоже жалею они предназначены как корм у меня был случай я тоже это говорю если вы меня слушайте конечно этот еще был сад на острове развел боже он посреди леса хоть остров посреди леса сколько там этих поселилась зима началась схватился глаза голову кругом висят эти мешочки из этого из паутин на паутинке а внутри гусеница это не надо быть специалистом ужас я ходил с ведром пол сада как опыта добирался пол сада мне хватило терпения я брал ведро ведро на дне солярка ну чё я же грамотно при садном хозяйстве читал вот и хожу а деревья были еще молодые я почти до каждого этого доставал на каждой на паутинке висит гнездышко кому надо посмотрите фотографии нет как объяснить вот висит гнездышко там я знаю что внутри свернутом листочки это как бы запечатанным так можно да запечатанным сидят эти личинки гусеница весной оживут я пол сада у меня было деревьев около двух тысяч на пяти гектаров в саду и вот на половине я значит отрывал 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 и надеюсь ведром хожу на дне ведра солярка вот как учили хотя зачем она была солярка и так бы никуда не убежали его нас половина с другой с половиной нет я вот приходит весна я с ужасом жду но не хватило терпения на заводе работал когда там успеешь такой объем работы это одна половина остались висеть огромное количество один год так бабочек было казалось белых бабочек казалось идет снег когда они откладывали эти самые свои личинки казалось идет снег их было немерено их через тучу бабочек даже трудно было смотреть вот попадали всякие года все я тогда думаю ну все пол сада и остались они висеть эти весна они висят эти самые запечатанные гнезда пол сада точно будет без единого листика что вы думаете пришла весна я давай ходить и отрывать их уже а они пустые птицы выклевали все и вся моя зимняя страх вот этот что мне некогда этим заниматься вот этот страх оказался напрасный что-то это птицы все сработали вот так вот век живи век учись и не надо было идти обрывать нету это не значит если у тебя дальше 120 деревьев отрывает все трудно что ли спокойнее будет жить так что-то тут написано я слушаю написать смогла только когда вы к подключилась это весной купили у вас косточки а теперь на фамилиях показалось знакомой дамасевич если нижняя почка из 3 на черенке тронулась остаток стоит отрезать не просушить почка не стоит но не спешите не спешите успеете потом срежете сразу не надо бывает что чуть позже раз и по пойдут а так все равно пусть лучше пусть не полноценно будут как бы дополнительные но я не сторонник даже если дерево выглядит уродливо на живое лучше лишних рад не делать так вы говорили что вас слушать одни пенсионеры неправда мне 33 я не одна такая спасибо вам за ваш ответ у меня вопрос если шанс у абрикоса на приживаемость прививка врачеб на сливу на одну сливу треветики привиты решили хочу я я с этого начинал у меня не было абрикосов по двое вот я несколько лет ел абрикосы пока они не погибли но только век короткий дачу а прививка врачеб означает что слива толще абрикоса и это хорошо пусть абрикос вначале еще догонит сливу по толщине потом еще когда обгонит я всегда говорю есть подвой сливовый значит желательно чтобы допустим три года веточку однолетнюю плюс последнего года абрикоса вставляешь и приматываешь пока еще обгонит по двое а когда один к одному вот у меня там помните была прививка один к одному красивая такая привычка лучшая каплировка я приводносил ее как идеально но у меня всегда абрикоса в манжуре самый гигант вот ой я ж там еще это жалко что не все показал мне такие фотографии все интересные но получается так слева меньше абрикоса как правило значит врачеб очень удобный хороший способ я считаю очень даже неплохой способ когда начинается того что до слева не лучше подвой пусть он хотя бы будет толще в момент прививки вот так выражаться ну что друзья хоть когда наступит день когда последний раз проведу семинар после этого ждите траурное объявления раз я буду молчать значит тут же и помру вот мне самое страшное время это когда сейчас когда никому ничего не надо никому сколько у меня примеров дури этой жизненной господи это побелка дикороса по всей россии это ужас это дикоросов дурь дикость невероятная неподъемная кто там деньги зарабатывает мы платим за это зачем сколько людей занято сколько теперь краска в ход пошла ладно мне таких примеров десятки ну что прощаться будем давайте друзья до свидания конечно субботу как обычно как обычно а потом когда вопросы от вас друг сякнут хотя сомневаюсь то я просто всю галерею свою перед рису знаете как это интересно копировать а сейчас уже не видно будет все 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 проехали до свидания спокойной ночи а то меня сейчас на второй круг пойду рад был встречи с вами 33 года до молодежь где моя молодость телефон бы вас прошел вот подробности до свидания покойной ночи